Известный барнаульский фотограф Александр Волобуев пропал в Москве. Новость об этом взбудоражила соцсети. Александр прилетел в столицу на съезд Союза фотохудожников 16 ноября. 17-го должен был вернуться домой, но перестал выходить на связь. И это один из четырех тысяч случаев за этот год. Чаще всего теряются подростки и пенсионеры. И осложняет поиски, по словам сотрудников МВД, несвоевременное обращение в полицию. Существуют некоторые, скажем так, мифы, что обращаться в органы внутренних дел, когда пропал близкий человек, нужно либо через 3 дня, через 10 дней в органы внутренних дел нужно обращаться как можно быстрее. Сделать это можно в ближайшем отделе органов внутренних дел. Бывает и так, что просто многие не обращают внимания на потерявшихся, например, детей. Мы решили проверить, как жители Барнаула отреагируют на маленького мальчика, якобы потерявшегося в ТЦ. Это Миша. Его роль – подходить к людям с вопросом «Где моя мама?». За 30 минут нашего эксперимента выяснилось, большинство просто проходят мимо. Но встречаются и неравнодушные. «Где я потерял маму?» «Где я маму?» «Мама потерял, пойдем». Хотя ситуация для торговых центров распространенная. Поэтому и действия у охранников уже отработаны. Приметы ребенка сообщают на пост охраны, после чего звучит оповещение на весь ТЦ. Мы сообщаем на пост охраны, в чем одет ребенок, как зовут. Всегда находим, всегда возвращаем. Целости и сохранности. Но это поиск в закрытом пространстве. А что делать, если человек потерялся в городе или еще хуже в лесу? В таких случаях полиция прибегает к помощи поисковых отрядов. «Первое – это собираются информации от заявителей, как пропал человек, что известно о пропаже человека. И потом уже в соответствии с нашими алгоритмами производятся какие-то поисковые действия». Поисковые действия проходят в двух направлениях. В информационном волонтеры распространяют новости о пропавшем человеке через соцсети и СМИ и проводят рейды. «Действительно делается карта, разбивается на квадраты. И в зависимости от местности, то есть, либо это первое всегда проводится проверка линейных ориентиров, если есть какие-то дороги, просеки и так далее. А если требуется, проводится проческ местности». Чтобы не потеряться, специалисты советуют всегда иметь с собой заряженный телефон. В лесу не уходить вглубь без надобности. А в городе при массовом скоплении людей внимательно следить за детьми. Иван Горбатов, Денис Кузьменко. Новости.